Привет всем, кто сейчас смотрит канал Хабар 24. В эфире репост. Интересных новостей в сети сегодня достаточно. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. И начнем сегодня с рубрики «Невероятно вовремя построенные объекты». В столице, сообщает остановка 98 в парке, имени Ататюрка обустраивают место для занятий йогой. Сейчас там завершают постройку, укрытого павильона, где, по словам урбанистов, помимо площадки для медитации, будет зона для настольных игр, каллиграфии и чайной церемонии. А еще поставят специальные тренажеры для растяжки. Конец октября, самое время для йоги на свежем воздухе. Кстати, установили даже гамак для желающих отдохнуть. Ну не прелестно ли? Астанчане будут лежать у них в курточках и сапожках. Телеграмеры комментируют эту новость, отмечая самое главное. Зато комары доставать не будут. Следующая новость. Огонь от канала «Тингистан». Астанчане смеются над сгоревшей камерой Сергек. Пишут, она сгорела от стыда? Главное – мыслить позитивно. Инстаграмеры пишут, вот так выглядит выражение «сгорел на работе». Это столица? Чего вы удивляетесь? А вообще столица у нас во всем на шаг впереди. Например, только в Нурсултане сейчас есть возможность поставить вакцину от COVID-19 кошкам. Как выглядит вакцина, показывает телеграм-канал «Кумашки.Изет». Разработали ее наши ученые и назвали «Нарувак Си-19 ПЭТ». Зачем нам котовакцина? Один из разработчиков объясняет, что киски тоже в зоне риска и, заразившись, могут помочь вирусу мутировать. Про испытания тоже рассказали. Все прошло успешно. У подопытных котеек выработались антитела. Барентач делает важное замечание. Вакцина от коронавируса для животных по своему составу полностью отличается от вакцины для человека. Авторы канала «За нами уже выехали» шутливо добавляют. Как говорится, тренируются на кошках, а для них цветные статусы тоже будут. А в центральной части страны одной из главных тем стал добровольный сухой закон. В Жанаркинском районе Каргандинской области жители аулов собирают подписи за полный отказ от алкоголя. Хотят заменить его на местный качественный кумыс. То есть ни кафе, ни магазины не будут продавать алкоголь. Также люди не должны употреблять его и в повседневной жизни. Вечерняя Караганда более подробно описывает ситуацию. В трезвую зону по планам должны войти не менее 10 поселков района. Активисты надеются, что владельцы магазинов поддержат начинание и откажутся от продажи спиртного. В селе Айнабулак двое предпринимателей уже разорвали договоры на поставку зеленого змея в их торговые точки. Телеграмеры добавляют свое мнение. Опыт сухого закона многим известен. Лишь бы Карагандинская область потом не стала самым пьяным округом в мире. Не будем сильно отдаляться. Продолжим новостями-запретами из центральной части страны. И расскажем о самом демократичном чате Балхаша. В телеграм-чат Акимака города запретили присылать фото и видео. Телеграмеры на смех подняли эту идею. Пишут, и правильно, а то жители шлют то свалки, то открытые колодцы, то ямы на дорогах. Настроение Акима только портят. Комментаторы реагируют прекрасным диалогом. Горожане перестали жаловаться на коммунальщиков в Балхаше. Так вы же сами запретили. Не говори так. В общем, после того, как в телеграме просто восхитительно проехались по запрету, Акимат Балхаша принес подписчикам извинения и информирует, что фото и видео присылать в чат теперь можно. Кстати, пока все обсуждали энергетический кризис в стране, новость о нехватке электроэнергии прилетела откуда не ждали, сообщает Буртиин. В Минэнерго России поднимают вопрос о том, что в Казахстан утекает полтора гигаватта, в том числе из-за майнинга криптовалюты. Там добавили, что потребление растет на 6% и связывают это с работой майнинговых ферм, которые нарисовали Себастьяна из Китая. Тем временем, добавляют авторы канала, Россия увеличит поставки света в Латвию, Монголию, Литву, Эстонию, а поставки в Казахстан и Украину находятся под вопросом. Возможно, поставки можно будет наладить, правда, на той стороне ожидают свой кусок пирога, учитывая, что мы обогнали Россию по рынку майнинга и уже ввели налог на свет. А у них этот вопрос еще решается. Тут на помощь могли бы прийти возобновленные источники энергии, и им в своем посте передает привет «Файнанский Зет» стоимость выработки зеленой электроэнергии. Ветряная электростанция 21 тенге, 53 тина, солнечные батареи 6096, биогазовые установки 32 тенге и 15 тин за киловатт, и это еще без учета утилизации, например, ветряков. Этот слайд наглядно иллюстрирует, почему о солнце и ветре у нас не будут переставать говорить, но это вряд ли в ближайшие годы отразится на реальной генерации. У нас все. В соцсетях есть еще много интересного. Заходите и читайте. Субтитры создавал DimaTorzok